здравствуйте всем надеюсь меня слышно отреагируйте пожалуйста если звук есть так вижу да отлично здравствуйте меня зовут алексей у нас сегодня вебинар посвящен толкованию сновидений ведущих двое я алексей дерябин и копытов михаил и собственно основным ведущим то будет михаил я сейчас хочу узнать кто из вас был на прошлом вебинаре либо смотрел его в записи вебинар который был посвящен осознанным сновидениям да вот ну пожалуйста отреагируйте как то поставьте единичку да там плюсик так вижу вижу были и пожалуйста да отреагируйте те кто не были на нем и вообще о нем не слышали минусики там нет и так далее так вот есть такие люди так ну я вам советую его посмотреть этот вебинар он есть в записи сейчас на мир . рф вот в чате вам написал сайт да можете зайти там он есть в записи посмотрите обязательно то есть там у нас тема была немножко другая у нас была тема осознанное сновидение осознанность в принципе и естественно михаил проводил медитацию на расширение сознания да сегодня у нас толкование сновидений еще по прошлому вебинар для тех кто был там очень интересно вот задание я вам давал задание домашние да там связаны с тестом состояния кто его делал просто отреагируйте на кто делал вот это задание и так вот буквально там в двух словах какой из этого был эффект то есть как изменилось состояние днем возможно у вас были осознанные сны я узнаю мне личные сообщения писали что людей прям вот осознанный сон там случился в первую же ночь после прошлого вебинара возможно у вас было то же самое когда так коротенько какое-то дал эффект два оса отлично да карелина евгения это значит что осознанный сон был или что это значит так дам если не было никакого эффекта так и напишите никакого вообще так ну вроде бы в первый день вообще замечательно все замечательно так но вижу вижу обратная связь закончилась хорошо хорошо значит эффект есть сон осознанно делать в нем ничего не могла но ольга по всей видимости просто не было никакой задачи цели на осознанный сон ос был днем начал думать что дело меньше времени тратить начал отлично вообще замечательно это говорит о том что осознанность повышается дневная ну хорошо хорошо и сейчас я собственно передаю слово михаилу который начнет тему про толкование сновидений прошу михаил так здравствуйте как не слышно если слышно поставьте плюсик чтобы я знал что осознанность хорошая и дальше как не слышно просто поставьте плюсик чтобы я знал что если видеть презентацию то поставьте букву в купе чтобы видеть презентацию ну или как картинку что-нибудь такое букву в купе не поставьте если презентацию не видите сейчас хорошо вот у нас перед началом куда-то девался спасибо спасибо что отметили что видите ну и как у нас сегодня вот у нас цикл такой вот серии вебинаров подключается первая часть у нас как мы обещали бесплатно сегодня мы немножечко поговорим о толковании снов и у нас в завершении будет медитация плюс будут вполне практические домашние задания которые уже позволят достигнуть некоторых эффектов ну в начале вебинаров мы говорили что у нас все несколько разной точки зрения толкования снов но мы несмотря на разные так сказать своего зрения решили объединить свои усилия и провести такой интересный курс и дать нашим слушателям разные точки разные подходы чтобы вы могли попробовать с разных сторон как вот это работает или не работает то есть не работает одно то другое ну так далее вот примерно так итак давайте мы значит плавненько будем приступать вот ведущие алексей же представил алексей дерябин и михаил капутов сегодня мы будем вести о чем у нас будет сегодня обидат еще немножечко мы по теоретизируем на тему феноменов сна о сне о том что такое сон зачем мы снится и толкование снов с чего полезно начать как запоминать сны как выделять эти важные элементы и немножечко поговорим приступим потому что огромная часть себе от толкования снов знаете поэтому по этой теме посвящены огромные труды и целая даже наука изучающие сновидения мы хотя бы поговорим о первых вещах которые уже вы можете как некоторый инструмент использовать именно для себя для торговки чужих снов а не своих снов для работы с собой и в завершении как раз у нас будет медитация потому что медитация самодипностные точки зрения это наиболее простой и действенный способ вхождения особо осознанное сновидение мы поговорим об этом и возможно уже вот сегодня после медитации у вас будут какие-то интересные эффекты и если они будут мы будем и у вас будут вопросы удовольствием их ответим может так либо мне алексею писать и спрашивать но причем продолжим дальше мне тоже хотели вот такую некоторую обратную связь чтобы я знал какая аудитория насколько кто раньше поставьте еще раз плюсики те кто были раньше у меня есть чтобы я знал насколько аудитория 6 ксения всем хорошо лариса присутствует но человек 10 присутствует то есть примерно 3 раньше на моих вебинарах присутствует что же хорошо тогда наверняка вы и знаете как какого плана медитация у нас проходит ну что ж хорошо примерно треть спасибо и давайте мы немножечко поговорим в общем а затем уже перейдем к вполне конкретным и частным вещам мы поговорим о том так сказать о том что такое сон да как особое состояние сознания человека животных ну и так далее и о чем стоит помнить мы поговорим о такой важной вещи что сон это не просто момент такой ситуации когда человек человеческий организм отдыхает никогда и не только когда процессе сна там перерабатывается хранится как-то информация там работает восстанавливается наш организм улучшается работа нашей иммунной системы но сон это такой вот интересный момент нашей жизни в котором проводим почти треть своей жизни и который помимо так сказать просто отдыха внутри нас что-то происходит что-то снится что-то видится что-то мы чувствуем что-то переживаем то есть момент сна внутри психический процесс они не пассивны то есть психика внутреннее бессознательное подсознание момент сна иногда работают даже более активно чем в момент с бодрствованием по сути дела знаете вот можно так вот сказать у нас есть вот одна часть наша которая проживает две трети жизни в бодрствовании и у нас там есть какие-то свои приоритеты ценности установки куда спешим у нас там работа семья что-то еще есть есть другая часть у нас самих иногда некоторые даже с этой частью то что называется бессознательная интуитивная там так далее с которой мы иногда мало общаемся мало с ней знакомы но тем не менее игнорировать эту часть ну наверное не стоит и она играет немаловажную вещь в нашей жизни в наших внутренних процессах и третье жизни которым проводим во сне можно использовать не только просто для физического восстановления силы но есть какой-то другой пользы не зря изданных издавна считалось что сон так вот особая поголовки сон лучше лекарств там или еще что-то или утро вечера мудренее да бывает так что есть какая-то задача невозможная решить ложишься ты за счет и на утро просыпаешься и есть решение знаете во сне ну я целому ряду великих ученых композиторов приходили великолепные открытия допустим Менделеева проснилась таблица Менделеева или допустим знаете форму бензольного кольца тоже приснилась одному из великих немецких химиков во сне она бы привиделась во время сна и таких примеров очень много некоторые произведения искусства так сказать музыкальные тоже у великих авторов появились именно во сне поэтому эту полезную функцию можно использовать использовать для своего здоровья для поиска каких-то новых идей для своего внутреннего развития для решения каких-то психологических проблем и в том числе знаете вот иногда проводим такие медитации на тему работа со здоровьем во сне это тоже вполне возможно давая определенные установки запускать работу во сне понятно что есть там свои ограничения если бы это частный случай в работе со здоровьем но в принципе это тоже интересным образом возможно если рассуждать о структуре сна нам некоторые моменты достаточно важны и нужны будут то условно вот сам сон можно разделить на несколько частей на две большие части хотя внутри они подразделяются допустим условно две большие части это медленная сталь медленный сон и быстрые фазы сна во время медленного сна выделяют там еще целых четыре стали как ни странно то есть они изучены были еще начиная с прошлого середина прошлого века и обычно медленная стадия длится 80-90 минут от момента засыпания после засыпания наступает она и как ни странно как бы многие не считали что она там ненужная или там бесполезная есть конечно проводили ряд исследований на тему прорывания разных фаз сна у людей и животных но есть такие методики разного плана и медленную фазу сна и быстрый можно распознать хотя потому что в быструю фазу сна меняется во-первых вазные яблоки начинают быстрее двигаться хаотично совершать движения и посвящены там на людях на животных просто прорыванию сна в той или иной стадии и оказалось что более такое пагубное воздействие одна исследовательная не помню ее фамилия она проводила исследование сна на щенках и она в своих тудах написала что сон настолько же важен как и еда действительно это очень значимо особенно для молодого растущего организма и на сон это нам очень важно будет понимать в дальнейшей работе влияет множество факторов от того как мы устраивали в течение дня что мы кушали там о чем мы думали каково наше было эмоциональное состояние даже препараты которые мы принимаем тоже влияют на сон ну допустим большинство снотворных препаратов барбитура там другие там такие они угнетают быструю фазу сна и человек вроде спит по ногу по времени а не высыпается не отдыхает как ни странно и ему не снятся сны вообще абсолютно фактически не помню а когда человек откажется допустим от приема этих снотворных препаратов то у него вдруг начинается сниться яркие или кошмарные сны то есть быстрая фаза она компенсируется есть такое свойство быстрая фаза сна компенсируется допустим если сон был привлеван во время быстрой фазы сна допустим потому что быстрая фаза сна несколько раз повторяется поначалу там 10-15 минут длится а под утро обычно снятся такие наиболее длинные развернутые сновидения если допустим в первую стадию там в первую половину ночи там несколько раз быстрая фаза сна привлевалась по каким-то причинам хотя на самом деле знаете в быструю фазу сна хотя человек намного ближе к порогу бодрости в этой стадии разбудить человека намного сложнее бывает как будто странно не казалось им вот так вот и если человека будили или как-то была нарушена первая часть поэтому потом она компенсируется и она становится более длинной допустим во второй половине там ночи часть ночи или под утро вот примерно так и о чем стоит помнить быстрая фаза сна она очень важна для лечения функции психологической защиты подработки информации и так далее вот это примерно так находится и если говорить о сновидениях которые у нас случаются ну конечно же все знают как вы думаете можете написать в какую фазу сновные были так сказать конечно же быстро сняться но оказывается в последнее время доказали что сны снятся не только во время медленного сна ну и не только во время быстрой фазы сна но и в том числе во время медленной медленного сна как бы это странно ни казалось раньше считалось что во время медленной фазы сна человек не видит снов сейчас доказано что и даже во время медленного сна человек видит те или иные сны но они менее яркие менее эмоциональные и как правило реже остаются в памяти на самом деле знаете если так вот рассуждать многие люди даже если говорить про быструю фазу сна то не помню что там снилось только если их специально разбудить тут же спросить то ну может быть там специальный надо назваться сновидением такbuilding вот ради интереса нам это важно будет но дальше будем как раз об этом и говорить в том числе и о дневнике как нужно ставить дневник про сновидение просто напишите просто кто из вас surgит сны свои а кто не помнят кто помнит поставьте пожалуйста рас� кто не помнят-минусик поставьте как кто помнит единичку, кто не помнит, просто минус поставьте. То есть вот Ага. То есть Наталья не помнит. Ну, многие помнят очень хорошо. Замечательно просто. Хорошо. Лариса, кто помнит, кто не помнит. Хорошо, давайте другой вопрос. Внимательно. Сейчас, пожалуйста, поставьте плюсик только те, кто помнит прям вот, ну, почти каждый свой сон. То есть в неделю там 5 и 7 там сколько дней, хотя бы в течение 5 дней помнит сны. Дайте знать. Вот Ксении и Людмиле уже не так много. Анна, да, вот. Ага. Вот так вот примерно. Ну, достаточно хорошо. Замечательно. Хорошо. А кто-то даже в дневник ведет. Очень хорошо. Молодцы. Хорошо. Кто-то даже вот молодцы. Ну что ж, то очень хорошо. И вопрос в том, что, кстати, если говорить, что в дневнике, это очень полезно. Можно не только быть пассивным вот в момент таких вещей, но можно еще, знаете, что-то себе задавать, программировать свое поведение, как ни странно. И вот мы вообще поговорим о тему, что там ведется, о чем говорят сны. Но если будет по сновидению, то есть я хотел бы вынести только один из главных призеров. Все люди, почти 100%, психически, физически здоровые, если не потребляют какие бы то ни было препараты, я подчеркиваю, допустим, алкоголь и других препаратов, очень сильно могут влиять на сны и на быструю фазу сна. Как в лучшую, так и в худшую сторону. В том числе, самые разные, там стрессы, прочее такое. Большинство, почти все люди физически, психически здоровые, в принципе, сны видят. Вопрос в том, что не все могут их вспомнить после пробуждения. Это специально посвящено эту фразу, говорю, для тех, кто по каким-то причинам заявляет, что я таких людей встречал, что они говорят, что я своих снов не помню и вообще мне ничего не снится. Ну, кстати, есть такие, кто в этом убеждены, что вот, если есть такой у нас человек, считают, что мне ничего не снится, и ничего не вижу, то я при этом физически, психически считаю себя абсолютно здоровым. Ставьте плюсик в чате, ну, мне просто это интересно. Есть такие у нас, у кого со снами так вот, есть такая напряженка. Ну, судя по тому, что отклика нет, у всех все все-таки снится и видится. Это очень хорошо. А вот, ну, я тут пишу, что есть знакомые, да, вот у меня тоже есть знакомые, которые заявляют, что сны никак не видят. Но я могу сказать, что на качество, да, да, ну, есть такие вот, которые вот так же отражают, что не видят себя про знакомые. У меня тоже есть такие знакомые, которые вот так заявляют. Ну, это понятно, это и с возрастом, от многих других моментов, я это все говорю. сон, особенно сновидение, во многом зависит от нашего физического, эмоционального состояния, и от наших целей, задачи, которые мы берем с собой стаи. Вот, примерно так. Вы знаете, наверное, отчасти, даже от места зависит, когда, знаете, я каждый год бываю на Алтае, и отдыхать не еще, и положу детку школу гипноза в горном Алтае. Вы знаете, мне, когда я приезжаю на Алтай, а не в горном Алтае, тогда мне почему-то снятся более яркие, более насыщенные сны. Вот, примерно так. Это не странно. Поэтому, любой человек сны и видит, вопрос только в том, что не всегда, и не каждый может их детально вспомнить. Ну, чаще всего, по какой причине это бывает. Человек ложится в спай, заводит будильник, спит, спит, спит до последнего, когда там уже живет будильник, конечно же, там некогда, он учил там сон вспоминать свой, записывать тем более. Скачил, побежал, умылся, оделся, покушал, побежал на работу. Все. А потом, через там, два часа, через час мысль вернулась, а был ли сон? Вроде нет, не помню. То есть, такое бывает. То есть, когда человек быстро переключается на что-то более, важное, срочное, то, конечно, сон несколько стирается. Это, в принципе, нормально. Вот, примерно так. Но для нас мы будем учиться наоборот. А как же эти сны свои запоминать и как же их, собственно говоря, еще трактовать? Дело в том, что сны не просто снятся, они ведь еще, знаете, о чем-то нам говорят. Еще издревле считалось, что сон это некая подсказка свыше от богов, подсказка судьбы еще с небес и так далее. Для того, чтобы нас от чего-то предупречь, дать нам о чем-то знать и так далее. Ну, знаете, еще с древних времен считалось, что сон это зашифрованное сообщение на тему будущего, того, что будет или было в отношении с нами самими либо с нашим окружением. И действительно очень интересно в плане о том, что эти подсказки могут быть иногда очень точными, очень детальными. А просто дело в том, что именно во время сна человек максимально освобожден от текущих переживаний, событий, видят дней. И он полностью повынет в себя и может, так сказать, это время посвящать самоанализу и саморазить в этом момент даже странно не звучат. причем и так. И дело в том, что сны это очень интересный такой процесс и, знаете, целая даже наука, которая занимается изучением снов, есть такая, сейчас склоняется, называется орнинология. Так вот, это целая наука, которая занимается изучением того, что снится и пытается вводить определенные даже закономерности. Примерно так. Мы тоже об этом немножечко, так сказать, вкратце поговорим. И поэтому вопрос в чем? Как говорится, с чего нам начать? Да, вот, именно как раз мы поговорим о том, с чего начать, прежде чем что-либо делать, особенно касательно наших снов, первое, что нам нужно помнить, первое, чем начать толкать снов, нужно, сон, нужно, так сказать, вспомнить все детали, которые нам снились в течение ночи, а иногда, знаете, бывает, что в течение ночи снится какой-то фрагмент, кусочек, для того, чтобы понять замысел, необходимо, знаете, иметь картину за несколько даже дней. И огромное значение, кстати, играет повторяющие сновидения. Поэтому очень важным фактором является именно правильная подготовка к траковке, это, наверное, даже больше времени, и в том числе введение дневника сновидения, с помощью которого мы можем разить хорошую память сновидений и на основе этих зафиксированных событий лучше, четче понимать себя, свои внутренние потребности, потребности в организме и психике. Вот как раз с чего начать. Я передам сейчас слово Алексею и он немножечко нам расскажет о том, как, что необходимо делать, прежде чем выступать к трактовке снов и как в том числе вести дневник. Итак, я прерываюсь буквально на 3 секунды и буквально на 10 у нас снова в эфире будет Алексей, а потом я продолжу снова. Оставайтесь с нами. И в эфире Алексей. Благодарю Михаил. Предпросмотр снов. У нас речь зашла о дневнике сновидений, о методе, как нам запоминать снов больше, как их помнить каждый день и как через введение дневника начать их контролировать, что самое важное. Есть две грани, две стороны медали, как вести этот самый дневник. Первая из них как раз таки предпросмотр сна. Это то, что мы делаем не по пробуждению утром, а то, что мы делаем перед сном, то есть до того, как мы легли спать. И существует такой несложный метод самонастройки, как перед сном настроить себя на запоминание того, что будет. И здесь мы начинаем проникать в этот процесс засыпания. Представьте себе ситуацию, легли уже, расслабились, закрыли глаза и есть какой-то промежуток времени после того, как вы легли и перед тем, как вы полностью вырубились. То есть переход в сон он ведь не моментально происходит. этот процесс, да, мы не осознаем этот процесс, мы в нем мало чего контролируем, как правило, люди на него вообще не обращают внимания, но этот процесс существует. И здесь нам именно нужно начать обращать на него внимание. Так вот, перед сном уже, когда мы находимся в таком состоянии дремы, там такой элемент есть, как гипногогические образы, грубо говоря, у вас начинают какие-то картинки мелькать перед глазами, там возможно они даже в какие-то маленькие мультики складываются, возможно там какие-то звуковые уже есть эффекты. Это не значит, что они уже там какие-то яркие или насыщенные. Они могут быть, да, такие слабенькие, но уже начинают появляться. Что мы делаем? Мы в этот момент должны постараться предугадать, что будет, что нам будет сниться в эту ночь. То есть, это вообще на чем основывается? На том, что мы в течение дня как бы программируем себе то, что нам будет сниться ночью. То есть, вот как-то мы день прожили, у нас там какие-то события происходили, и вследствие этого нам снятся какие-то сны. Кстати, вот я попрошу поставить плюс в чатике, кто замечал то, что вам ваши сны являются следствием вашего прожитого дня. То есть, какую-то взаимосвязь. Произошло какое-то событие, и вследствие этого события приснился какой-то сон. Кто такое замечал? Да, отлично, плюсы вижу. Однозначно. Однозначно это есть. То есть, считается, что мы программируем в течение дня что будет, и, соответственно, потом какие-то сны видим. И здесь это основывается на том, что в момент засыпания уже известно, что вам будет сниться. Редко, редко. Да, но взаимосвязь однозначно есть. И вот в момент засыпания уже как бы известно, что нам будет сниться. И мы стараемся это осознать, то есть, на поверхности вытащить, что же нам будет сниться, предпросмотреть, что там будет. и постараться прокрутить это в голове, когда такой короткий-короткий мультик, в сжатой форме прокрутить всю предстоящую ночь. Мне будет сниться вот этот сюжет, да, я его так коротко, когда там несколько кадров из него выхватил, или как-то постарался сложить эти кадры вместе, прокрутил, вот такой сюжет будет, потом будет вот такой сюжет, потом вот такой. Кто хорошо знает структуру сна, как там делится на медленные, быстрые фазы, там, и так далее, ну, то, о чем Михаил сегодня рассказывал, то есть, да, там, сначала у нас идут более длинные, медленные фазы сна, более короткие, быстро, потом быстрый сон все увеличивается, увеличивается. Да, кто это хорошо знает, можете, да, то есть, с расчетом на это, то есть, сначала будет там такой-то сон поменьше, покороче, потом такой-то подлиннее, а если учитывать, что и в медленную фазу, нам тоже сны снятся, то можно там всю ночь просмотреть. И вот здесь есть три стадии освоения вот этой техники. Сначала предугадать, ну, фактически не удается. То есть, вы, да, там, что-то пробуете, какие-то мультики себе там просматриваете, но фактически они не совпадают с тем, что вы там вспоминаете в пробуждении. Это нормально, практически все через эту фазу проходят, через эту стадию. Возможно, пустят. Замечательно. Но большинство все-таки через это пройдет, когда, ну, предугадывать не получится. Но сама практика, само то, что вы будете это делать, будет вам дополнительно акцентировать внимание. Вы как бы объясняете самому себе, что то, что там будет, это важно. Именно поэтому утром будет сны вспоминать гораздо проще. И вы будете вспоминать больше. Да, то есть, это первая стадия, что мы как бы настраиваем свою память, развиваем память на сновидении. Вторая стадия, когда у вас предугадать реально будет получаться. То есть, перед сном я реально знаю, вот я буду там, со мной будет тот человек там предпозже, мы будем делать то-то, то-то там, пойдем туда и так далее, и так далее. и здесь перед нами раскрываются какие возможности. Мы можем начать ставить цели в соответствии с тем, что там будет. Ну, мы же уже знаем, что там будет. И я могу себе поставить цель. Вот когда будет вот это, или когда я увижу вот это, или когда я сделаю вот это, я же знаю, что я буду делать. Я осознаю себя. Да, то есть, мы вот такой элементик себе делаем, такой якорь своеобразный, да, то есть, если терминами НЛП выражаться, вот когда я увижу это, я сделаю то-то, я осознаюсь. Ну, и соответственно, когда я осознаюсь, я начну делать там то-то, 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 предположим, взлечу там, или начну кого-то искать там, и так далее, и тому подобное. И уже сами решайте, что вы будете делать, когда вы осознаетесь. Да, то есть, мы можем ставить цели в соответствии с тем, что у нас там будет. И третья фаза освоения этой техники, когда мы можем не просто там предугадать, что будет, да, то есть, работать с тем, вот что есть, с тем мы работаем, а мы можем само содержание предстоящего сна запрограммировать, то есть, задать его, вот что хочу, то и будет снизиться, а не что-то там, что если я программировал в течение дня. Ну, естественно, возможности открываются уже совершенно иные. То есть, понятно, что я себе могу запрограммировать ситуацию, в которой я осознаюсь, могу и сделать себе такой сон, что мне осознаваться будет не слишком-то надо, но настолько он хорош будет сам по себе. Ну, то есть, я думаю, понимаете, о чем речь. Вот, то есть, это первая грань введения такого дневника, но хотя здесь записывать-то и нечего. То есть, грань вот этой техники развития памяти сновидения, вот так будет правильнее сказать. И сейчас, вот, Михаил, пожалуйста, следующий слайд, если ты управляешь презентацией, я вам расскажу, собственно, про дневник, как его ввести. Кстати, вот был предложен вариант ночник, мне он понравился. Возможно, так буду дальше называть. Благодарю предложившего. Дневник это способ систематизировать и упорядочить сновидения. И здесь первое важное правило это регулярность. То есть, ввести его нужно каждое утро. Здесь какой принцип, что даже если вам ничего не снилось, как вам кажется, хотя на самом деле снилось, то есть, если вы ничего не помните, все равно нужно открыть этот дневник и начать что-то записывать. Так и пишите, ничего не помню. Вот что-то там снилось, и как правило, помнится состояние, помнится эмоциональный какой-то фон, какой был во сне. Ну, помню, что там было страшно предположим, или было хорошо, а что конкретно было, ну, не помню. Можно прямо это и записать, да, был страшно, там, ужастик был, или был там хороший, веселый сон, ну, по ощущениям. Да, то есть, это в случае, если вы ничего не помните. Но в любом случае, каждое утро нужно там уделять 10 минут и что-либо в него записывать. это вас приучит к тому, что обязательно нужно что-то запомнить. То есть, да, это практика такая растянутая во времени. И если приучить, начинаем запоминать больше. Очень важный момент следующий, на чем основан? На том, что, как правило, сны забываются в течение первых 15 минут. Ну, вроде проснулся, да, помню там даже несколько сюжетов. Все там, пошел, умылся там, чай попил, вспоминаю, все, ничего, никаких снов. Вот, то есть, первые 10-15 минут, как правило, все из головы вылетает. Поэтому, что мы делаем? И даже не то, что там 10-15, первые 2 минуты все может вылететь. Поэтому, мы записываем ключевые слова сразу же, как только проснулись. То есть, для этого что? Держим с местом, где мы спим, там, какой-нибудь блокнотик, ручку, то есть, они там на готове прям лежат. Как только проснулись, поняли, что вот, все, я тут бодрствую. И сразу же, там, берем эту ручку, блокнот, и записываем, там, выжимку, самую-самую выжимку из этого сюжета, чтобы там не писать 10 минут. То есть, это будет 3-5 ключевых слов. Да, там, был там, со мной был это, делали это. Все. По этим ключевым словам вы потом сможете восстановить весь сюжет. То есть, уже там через 15-20 минут или через час вы смотрите на свои ключевые слова и, ага, мне снилось вот это, и я уже там могу как мультик это прокрутить себе в голове. То есть, вот в этом смысл записи ключевых слов. Еще один очень важный момент, на что мы будем обращать внимание при введении дневника, то и будет присутствовать в дальнейших сновидениях. То есть, это своего время, да, такое самопрограммирование. То есть, что я буду писать в дневник, то я и буду замечать в сновидениях, там, завтра, послезавтра и так далее. Поэтому, ввести его нужно очень правильно. Как конкретно ввести дневник сновидений? Михаил, пожалуйста, следующий слайд. Ага, вижу, переключается. И поэтому мы в дневник записываем следующее. Первое. Название сна. То есть, это там буквально два слова каких-то, которые характеризуют наш данный сюжет. Естественно, если вам там снилось три сюжета за ночь, вы для каждого делаете вот такую запись в дневнике. Да, там, а заглавить его как-то двумя словами, которые характеризуют все. Следующее. Те самые ключевые слова, которые вы уже записали. Третье. Описание сюжета и местности. Что здесь важно? Как раз таки, на что будем обращать внимание, то и будет в следующих сновидениях. Поэтому, например, мы начинаем очень детально расписывать местность. Для нас понятно, что является ценностью, да, видеть хорошие, красочные, яркие сновидения. А это значит, что мы очень хорошо будем видеть местность. Поэтому, да, начинаем сами себе такие вопросы задавать. А где я был? Ну, вот там там был. А что там было у меня справа? Что там у меня было слева? А как выглядел там вот это здание? Как выглядел этот человек? А что бы было, если бы я обернулся? А какие там были звуки? Да, то есть здесь, чем более детально мы будем это описывать, тем более детально и сны мы будем видеть в последующем. Да, но я не говорю, что обязательно все там должны ринуться и во всех подробностях описывать сны. Да, то есть вы описываете то, на что вы хотите обращать внимание в будущем. Если для вас местность не имеет никакого значения, ради бога, не описывайте. Описывайте что-то другое, описывайте там эмоциональное составляющее сновидения. И вот здесь очень важный четвертый пункт, да, то есть это именно мой метод введения дневника, добавлять качественные характеристики. Что это значит? То есть мы вообще стремимся к осознанию себя во сне, к тому, чтобы у нас сновидения были как можно более красочные и яркие. Кстати, вот здесь есть новые люди, возможно не все знают, что такое осознанный сон. Пожалуйста, поставьте минус, кто не знает, что такое осознанный сон. Есть ли у нас такие сейчас? Минус, не знаем, не знаем, отлично. Тогда поясняю. Осознанный сон это такой сон, в котором мы, во-первых, контролируем ситуацию, мы полностью контролируем ситуацию, мы не смотрим его, то есть мы не зрители уже как в фильме, мы его контролируем. Во-вторых, у нас есть полная дневная память, да, я могу сказать, что меня зовут так-то, я родился там-то, мою маму зовут так, и я сейчас сплю у себя в квартире, и это все нереально, я могу делать, что хочу. Да, то есть есть контроль, есть память, и, ну, посмотреть предыдущий вебинар, там еще внутреннюю структуру должно правильно присутствовать. И вот здесь именно качественные характеристики, почему мы их добавляем, потому что у нас будет возможность оценить тот уровень, который у нас есть сейчас, и как бы задать себе вектор, куда двигаться. И поэтому мы на каждый сюжет начинаем оценивать яркость, насколько он яркий будет, сюжет. То есть здесь мы за эталон, за оценку 10, берем ту яркость, которая у нас в дневной жизни, здесь в реальности. Вот это яркость на 10. И мы оцениваем, да, а в этом сне у меня там было, предположим, яркость на 3. Ну, то есть низкая такая. То есть яркость 0, ну, такого практически не бывает. Значит, что вы ничего не помните. А в случае осознанного сна яркость может быть выше десятки. Это нормально, там может быть и 15, и 20. То есть здесь что играет роль? То, что нас ограничивает наши органы восприятия, там зрение и слух, и так далее. Там этих ограничений нет. Может быть зрение гораздо более острым, и слух гораздо более острым, и так далее. То есть мы оцениваем яркость. По шкале от 0 до 10. 0 вообще ничего, 10 вот дневная яркость. Присутствие. Что это значит? это насколько я был в моменте, насколько я чувствовал свое тело, насколько я понимал, что я это я вообще. Сейчас бывают такие сны, где вы там присутствуете, какая-то точка сознания, и вообще у вас никакого тела нету, и непонятно кто вы, где вы. Кстати, попрошу отозваться, у кого такие сны были, кто такие сны помнит, что у них вообще нет никакого тела, просто как точка сознания там висите, что-то смотрите. Да, такие сны есть. То есть вот это уровень присутствия очень-очень низкий, там может 0,1 где-то такое в детстве были, то есть сейчас видимо нету. И присутствие на десяточку, это когда полностью вот оно мое тело, я им управляю, я понимаю, что я какой-то отдельная единица от этого всего, и в общем-то я как-то контролирую что-то здесь. Детализация, что это значит? То есть здесь можно дать такой синоним как живость пространства, вот то пространство, на которое у вас окружаетесь, если у нас присутствие, это речь о самом себе, о своем теле, то детализация это речь о пространстве, в котором вы находитесь. То есть здесь речь о том, насколько это пространство живет своей жизнью, сколько там вот этих деталей, которые вроде как сами по себе шевелятся. То есть с одной стороны понятно, что это все плотно вашего воображения и вы это создаете. Хотя вполне возможно, что в некоторых случаях это и не вы создаёте. Не будем сейчас об этом говорить. Здесь о чем речь? О том, насколько много этих самых деталей, которые вроде бы как отдельно от вас живут и шевелятся. Ну, стоит десяточка этих деталей вообще-вообще много. Ноль, там абсолютно статичная картинка, которая никак не шевелится. Кстати, скорее всего, вы из такой картинки очень быстро проснётесь. Четвёртая характеристика память во сне. То есть во сне у нас что часто бывает? Что мы абсолютно не помним как я здесь появился в этом сюжете? Что было минуту назад? Абсолютно не помню кто я днём? Как я засыпал в прошлый день и так далее? И вот кстати тоже интересно было бы узнать кто вот у кого есть такие сны, где они абсолютно ничего не помнят? Ни что было там минуту назад? Ни что там было днём? плюсики пожалуйста у кого такие сны? Бывает иногда и вот пожалуйста единички поставьте те кто во сне помнит хотя бы там вот в середине сюжета помнит начало сюжета единички пожалуйста поставьте отлично то есть вот это уже значит что у вас память во сне какая-то есть но опять же здесь нужно оценить насколько эта память хорошая то есть насколько далеко вы помните назад возможно вы помните прошлые сны в этом сне то есть это ещё лучше часто такое бывает что заснул помнишь всю свою сновиденную жизнь проснулся помнишь всю свою дневную жизнь такое разделение тоже бывает память во сне следующая память днём то есть вот я проснулся да уже бодрствую и насколько хорошо я могу прокрутить вот этот сюжет как мультик в голове. Бывает такое, что там один кадр из сна помню и все. А весь сюжет восстановить не могу. Ксения. А если кошмар, хочется забыть, надо ли такой сон записывать? Надо записать. Здесь я советую посмотреть своему страху в глаза и наоборот обязательно записывать такие сны. Не нужно от них отворачиваться. Вы просто забьете его все. В подсознании, если не будете обращать внимания. О чем говорит яркость снов? Я накратно читала, что яркие цветные сны снятся людям с проблемами психики. Ну тогда все люди, видящие осознанные сны, у них большие проблемы. Все с вами не согласны в этом. На мой взгляд, наоборот. То есть человек видит яркие сны, когда у него все в порядке. Ну хотя, возможно. Возможно и не обязательно. Яркость снов о чем говорит, что у человека есть какой-то эмоциональный заряд. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Это может быть реакция на стресс, это может быть позитивная реакция. И вот последняя характеристика внутренняя структура. То есть здесь я просто отсылаю к прошлому вебинару по осознанности. Там есть 4 категории. Жертва, гость, хозяин, творец. И то есть какая категория была у вас, то и пишите. Что нам дает эта оценка качественных характеристик? Мы видим, что у нас сейчас есть. Если мы там выполняем какие-то практики, как-то пытаемся осознаться во сне, или медитациями занимаемся, мы можем наблюдать динамику. То есть вот у меня там неделю назад были такие характеристики, сейчас у меня характеристики повыше. Я вижу, что да, то, что я делаю, работает. Или не работает. Тогда нужно делать что-то другое. То есть мы видим динамику и мы знаем, куда стремиться. То есть понятно, что если я понимаю, что такое сон с яркостью 3, то я уже могу представить, что такое сон с яркостью 5, что такое сон с яркостью 8 и 10. Я уже знаю, куда стремиться. Вот именно для этого у нас есть эти качественные характеристики. О том, как их повышать, какие конкретно практики делать, чтобы повысить эти характеристики, у нас будет тема следующем вебинаре на котором я очень надеюсь увидеть большинство из вас у меня по дневнику все михаил прошу продолжить этот вебинар прерываемся буквально несколько секунд и михаил продолжит надо если есть какие-то вопросы по дневнику задайте их сейчас я еще здесь несколько секунд вы успеете не вижу вопросов хорошо михаил продолжай да можно и совершить итак как не слышно так просто традиционный плюсик чтобы мы знали что отлично вот и даже видим сколько хорошо на сегодня тут его работать интернет реакция достаточно быстро и давайте немножечко порассуждаем на тему языка снов хотя бы в общем расскажем по троповке перейдем к медитации как один из способов методов обхождения в осознанное сновидение сам простой действенный способ с моей точки зрения когда перед сном прослушивая запись либо с тренингом мы ходим вот такое состояние но теперь мы поговорим о трактовке и о чем стоит помнить что язык снов а вот сновидение там есть свой смысл своя логика и свой язык и так сказать знаете после дела разные можно сказать наша сознательная бессознательность мы конечно верим хотя никто не сознание не бессознательно не психически дорог людей слава богу не видел да и но тем не менее это есть в той или иной степени хотя бы метафоричны и наша часть так сказать немаловажно вот и так сказать наши внутренние части внутренним интуитивно бессознательного который всячески нам с нами пытается навать контакт посылает сигналы бывает свои такие особенности своя логика свой язык повествования и многое из того что мы ими всегда бывает напрямую понятно да ну пожалуйста напишите кому удавалось сразу понимать свои сны на самом деле достаточно просто системы вести дневник кому кого-то просто поставьте там ну двоечку примеру и там так сказать у меня получалось если у вас получалось трактовать хотя бы иногда вот она даст не получалось я прошу сейчас на телу кого получалось практически всегда а ксении принципе так все просто получается часто очень хорошо спасибо ну вот значит как минимум там у одной десятой получается в одну четвертую на половину и главная идея в чем иногда сноса можно понять в том что знаете как ну хотя бы рамка хорошо и плохо тоже очень вполне хорошо марина это правильно если говорить про язык снов да и про некую такую логику нужно понимать что ну не все но большинство людей современном обществе живут исходя из той логики из из тех богом которые живет более естественно более можно сказать в чем-то и просто и внутренние мы несмотря на то что за последние нам 150 там где-то сколько мир во вне очень сильно поменялся внутри мы остались но в 90 процентов такие же как и тысячу лет как и возможно даже две тысячи лет примерно так и о чем стоит помнить что есть есть свой язык есть свои закономерности и все что сигнализирует появляется появляется во снах она имеет какой-то смысл той или иной степени вот я выделил бы некоторые такие важные шесть пунктов которые нужно помнить при трактовке снов но не может быть хаотично их на самом деле все детали дается больше но я выделил наиболее важные значения которых стоит помнить первое самое важное для трактовки и так сказать являются повторяющиеся сны скорее всего большей вероятностью отражают события вашей реальности очень часто повторяющиеся сны не всегда не надо как долго воспринимать я всегда против там сонни сонников и каких-то авторитетов это у каждого человека своя свои вещи у каждого свои тонкости особенности бывают в зависимости от того на период времени но многие специалисты заявляют что повторяющиеся сны напоминают вам подсказывают вас о каких-то скорее всего возможно проблемах со здоровьем с внутренними какими-то возможно напряжениями переживаниями и так далее конфликтами и к ним нужно всегда уделять особое внимание стараться максимально выделить детали то есть вот некоторые люди спрашивают вот не могу расстрактовать что-то там ярко гипер снилось но снилось было было до и прошло допустим спрашивал что как реагирует на слишком яркие бурные ночные сновидения хорошо наоборот замечательно на самом деле это значит ваша внутренняя бессознательность в это верить замечательно хорошо работает и справляется с любыми такими вещами если вы после этого днем конечно чувствуете замечательное хорошо замечательно это хорошо вот особое внимание стоит обращать именно повторяющие сновидения кстати если у кого-нибудь когда-нибудь были повторяющие сновидения то пожалуйста дайте знать напишите пожалуйста пусть и поставьте хотя бы это очень интересно да было то есть на кстати у меня тоже были они как раз символизировали подсказывали никаких некоторых моментами допустим в детстве такой регулярно был для этом заболевал или простывал у меня начинались сниться такие вот своеобразные сны они может быть разные по форме были но ну принял по содержанию разным по форме подачи картинок они были почти одинаковые и у меня просто я как сейчас помню четко ассоциировалась с теми длинными что-то либо простывая либо заболевая либо что-то еще вот да у меня тоже в детстве очень часто пишет или на то что такое уже было это 1 главное внимание это повторяющим сновидение все остальное в принципе этотmit в придем ну то есть почему вам зачем дается повторяющий сновидении то есть если мы их не поняли или никаких мер не предприняли они повторяются вновь вновь и вновь и вновь здесь это такой некоторые шаблон через которым мы можем понять у тул от обратит внимание вот это важно почему я первому выберу второе о чем стоит помнить некоторые такие аксиомы при трактовке снов и так далее. Нужно понимать, что сны не всегда бывают буквальными. В большинстве степени они метафоричны. То есть, что это значит? Знаете, как детям рассказывают сказки «Зайчик», «Семья зайчиков», «Мама зайчик», «Папа зайчик», еще что-то там, еще «Волчонок», «Надежонок», еще что-то такое. Но, в конечном счете, смысл-то и ребенок это понимает тоже, хотя и в игрушку, что это не волчата, какие-то зайчата, которые живут в лесу, это люди. И вот то же самое, такое метафорично иносказательно. Дело в том, что иногда через метафору легче, проще донести эмоционально нетравмированную психику человеку ту или иную информацию. Поэтому часто сны снятся метафорично. Ну, здесь я не призываю трактовать, как товарищ Фрейд. У него там все метафорично, все премьерденно. с одной стороны. Все, значит, там, цилиндрические эти у нас и предметы у него, значит, это относится к мужскому, там, всякие там сумки, пещеры, это, значит, женское. И вот у него все метафоры сводились к тому, что там, не реализованные комплексы, неудовлетворенность, там, ну и так далее. Нет, мне кажется, это грустно, скучно. И, с моей точки зрения, ну, может быть, кто здесь не согласится, но Фрейд сам был глубоко больным человеком. И к тому же еще и наркоман. Потому что он, у него был рак челюсти, он каждый день, по несколько раз в день принимал кокаин для обезболивания. Раньше в аптеках продавался, как средство от зубной боли. Он плотно сидел на кокаине. Вот товарищ Фрейд. Это все равно говорит. Поэтому, с моей точки зрения, это психология больного человека. Здоровый бы такое, наверное, и не придумал. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Коллеги-психоаналитики меня могут за это прямо тут же и съесть. Но там, это факт, но так оно и есть. Да, и видел сны цветные на югу. Совершенно верно. Поэтому, и бессознательные в том числе. Поэтому он такое и придумал, собственно говоря. Ну, вот, примерно так. Поэтому сны метафоричны, но трактовки, метафоры намного богаче, допустим, того же Фрейда и других вещей. Поэтому, это некий символ, который обобщает ситуацию в целом. Об этом стоит помнить. И здесь огромное значение играет не фактическое, то, что вы там увидели, а вот именно общий смысл, то есть, во что это сливается. Иногда для этого нужно понять, там, неискосные видения, поэтому я иду, чем полезное видение дневника, что метафора, да, может выстраиваться из некоторых кирпичиков. Вот, примерно так. Вот он стоит помнить. Некоторые, которые мы сказали. Третье, ну, это так, аксиомы. В большинстве случаев он имеет такое обоснование, что, может быть, внутреннее, не сказать, что он гиперэгоцентричен, но, тем не менее. внутреннее, в первую очередь, обеспокоено, озабочено именно вами, своими здоровьем, с ним. Поэтому, почти все убеденное, особенно значимое, имеет отношение к вам и к вашему окружению. Вот, и, кстати, один из способов трактовки, прежде чем трактовать, вот, плохое или хорошее, да, ну, второе, это лично к вам относится, да, к вашему здоровью, поведению, там, внутреннего процесса, либо к вашему окружению. И часто бывают неких интуитивных моментах, да, бывает, что-то снеется на тему вашего окружения, родственников, близких, друзей, и, оказывается, вот оно и так же и сбывается. Вот, может, так и было, напишите, если. Поэтому, этот третий момент стоит помнить всегда. То есть, что, что. Следующее. Огромное значение, как уже говорил Алексей, при трактовке снов, имеет, так сказать, эмоциональное ощущение, сопутствующие эмоции, которые тогда снились, и которые вы чувствовали после сновидений или в момент сна. И, кстати, уже сами по себе эти эмоции, они являются, ну, ключевой подсказкой. И здесь все достаточно прямолинейно. Если чувствуете себя комфортно, позитивно, значит, скорее всего, имеет смысл позитивно. Если есть какие-то тревожные эмоции и переживания, тем более, если не повторяющиеся, то на это стоит обратить внимание и надо предпринять какие-то меры. Бывает так, что какие-то эмоции были, мельком прошли, больше не вспоминалось, если не зналось, то это нормально. Ну, вот правильно, вот люди пишут, что по эмоциям трактуются. Да, это наиболее простое и действие, но желательно в совокупности, помимо эмоций, добавлять, пытаться увидеть, запомнить детали, образы, картины и по эмоции переспрашивать, понимать там внутренний либо внешний, уже не примерять и какой смысл, какой образ пыталась нам донести наши внутренние через такие вот, через тесные видения, которые к нам пришли. Но, тем не менее, да, как минимум, хорошее либо плохое просто по эмоциям. Это вполне интересно. И, знаете, если вы в дневнике также будете отмечать эту эмоциональную составляющую, думать, какие эмоции выделять, хотя бы дольочку, маленькую, там, несколько секунд внимания своим эмоциям, особенно тем, что тому, что снилось ей, то, что было после пробуждения, это тоже такой, знаете, солидный шаг в сторону такого направления, что я называю управляемой интуицией, когда мы понимаем, что и как. как раз по поводу удовольствия пределы по основам болезни, да, и, кстати, в современных, так сказать, направлениях, исследованиях, есть такая наука о том, о том, о том, о том, сновидении, да, там тоже отчасти можно, утверждается, что можно диагностировать, так сказать, некоторые заболевания. Ну, насчет то, что против основ, я точно знаю, что некоторые, так сказать, течения, близкие к даузской, так сказать, там алхимии и прочим, они действительно картины и сны им как-то там собой, но в других течениях, я скажу, даже совместно, там действительно это трактуется, это можно использовать, причем уже на более серьезной основе. Я могу, хочу подчеркнуть, несмотря на всякую там наукоемкость со стороны Фрейда, потому что он активно там в начале 20 веке был популярен, как способ там трактования снов от него, это было, я не считаю это научным, и, так сказать, мои коллеги во многом тоже считают, это не считают научным, и это несколько другое, поэтому есть более интересные, если кому интересна литература, мы в завершение, кстати, тоже посоветуем, я предлагаю обычно других авторов, если вы хотите почитать эту тему более детально. Но то, что я сейчас предлагаю, это первые шаги, и лучше не распыляться, начать вот именно с дневника, и хотя бы вспоминать, прислушиваться к тем эмоциям, которые там были, потому что мы можем сейчас кучу-кучу-кучу вам заданий надавать, а если, допустим, не собираетесь дальше на наш вебинар, который у нас будет, вот это так и останется, я предлагаю, сделайте первые два шага, которые мы предлагаем, дневник, такая вещь, и это уже вам даст достаточно интересный результат, я вам гарантирую эффекты, даже не посещая платного вебинара, сделайте это, пожалуйста, если вы можете это сделать сами, это очень хорошо. Пятый пункт, я про него уже отчасти говорил, что вот сны, когда я рассказывал, что сны метафоричны, поэтому важно по возможности вспомнить все детали, так сказать, важно помнить развитие и последовательность снов, в этом уже есть некая такая подсказка, так сказать, почему важна деталь, потому что, знаете, когда мы говорим о трактовке в целом, мы говорим, что сняться некая такая аллегория, метафоричное послание, событие, в котором либо мы лично действуем, либо наше окружение, либо связано с нашим таким состоянием здоровья, отношением, поведением и так далее, и там иногда маленькая деталь может в корне, менять трактовку вот тех или иных деталей, но даже, хотя я соники критикую категорично, даже в сониках, одно и то же может сниться, в зависимости от контекста, совершенно разные трактовки могут, допустим, приснился ребенок, если ребенок радуется, играет хорошо и здоровью, если ребенок куда-то идет, если ребенок куда-то смотрит, еще что-то, начинаются разные трактовки с разными деталями, и эмоциональные составляющие, играет огромное значение. И последнее, кстати, один из таких примеров, я могу сказать, если у кого-нибудь такое возникало, поставьте плюсик, вот такое ощущение, так сказать, такой феномен, дежавю, вроде вот где-то это было уже, был, если есть такое, у кого-нибудь случалось, или регулярно встречается, поставьте плюсик, да, вот это вижу очень много плюсиков, это очень хорошо. Так вот, существует достаточно много предположений со стороны серьезных авторов, в том числе не только эзотериков, но и следующих, что феномен дежавю, это как раз возникает тогда, когда ситуация, возникшая в реальной жизни, когда-то вам раньше снилась, и это нескольким является доказательством того, что подсознательная работа во время сна может очень эффективно предсказывать или моделировать реальные явления в нашей жизни и прогнозировать во время поживания сна. Так что вот таким тоже так. Что там для вопросов? Да, то же самое что вы пишете в состоянии вроде чувствовать, что обстановка какая-то уже повторяющая, но в реальности он никогда в ней не был. А он был в этой обстановке когда-то во сне. Вот примерно вот так совершенно верно. У меня такое ощущение, как раз, что где-то это видел, где-то это помнил, где-то где-то здесь бывало. Но вспомнить о где-то в реальной жизни вы не можете зачастую. Это яркие примеры, вот эти ощущения очень интересные. У кого такие ощущения возникают, они тоже помогают наладить связь с внутренним досознательным интуицией. И это очень полезное такое ощущение. И как правило, если у вас такое ощущение возникнет, вы знаете, и вы не можете вспомнить, то с огромной долей вероятности скорее всего это когда-то снималось вам во сне. Вот примерно так. Ну что, давайте мы это немножечко поговорили о трактовке. я поговорю, расскажу немножечко такой, знаете, простой единственный инструмент, как можно получать более простые, достаточно точные ответы от своего бессознательного, от своего внутреннего, которые можно использовать для трактовки своих снов, задавая конкретные вопросы и получая как минимум ответ да, либо нет. для этого нам понадобится, чтобы вы сели поудобнее, пока митировать не будем, но кое-что об этом поговорим, расскажем и сделаем. итак, значит, по поводу того, что называется я живу, да, как его использовать. Ну, знаете, использовать тут не само, а вот именно это ощущение, это означает, что это то, что нужно для себя в этот момент подтверить, что да, это есть некая такая подсказка изнутри, ситуация, что вот это сигнал нашего бессознательного и после дела иногда это ощущение некая такая точка отсчета, что вот это снилось, вот это возникло и вот сейчас этой ситуацией что там является, это помогает иногда лучше, детальнее объяснить и понять, что так сказать, что там снилось и что нужно изменить в этот момент вот примерно так. Поэтому вот как можно использовать. сейчас я вам предлагаю такую простую, ну проще, просто сложно найти и придумать технику, которая позволяет достаточно хоть и примитивно, но тем не менее самостоятельно получать достаточно надежные ответы. Суть ее сводится в следующем. Это называется идеомоторные или там интуитивные сигналы, которые можно использовать для того, чтобы наладить в лучшей степени коммуникацию с своим внутренним или бессознательным. И суть этой техники сводится к очень простой вещи. Каким образом? Вы задаете ряд вопросов внутри себя и получаете на эти вопросы ответ либо да, либо нет. Ну, конечно, не в виде голоса или там слышь откуда-то, да, а в виде, так сказать, ощущения в теле, либо пульсации, либо раскачивания, либо чувства тяжести, либо каких-то приятных, либо неприятных ощущений, покалывания, тепло и так далее. То есть, это наиболее такой надежный, простой способ и можно даже маятники использовать, но мне кажется, не совсем надежный, если вы работаете и никогда раньше не занимался. Судя за техники, сводится к очень простой вещи. Каким образом? Вы берете, кстати, возьмите на всякий случай ручку, можете записать, к сожалению, слайд выпал у меня один по этой теме почему-то. Поэтому, что нужно делать? Вы просыпаетесь утром и вам что-то снилось. И вы записываете хотя бы несколько минут, хотя бы в общих счетах четыре слова или что снилось, если вы помните. Судя не умерла. Затем, прямо утром, желательно, вы можете задать ряд простых вопросов к себе, я сейчас скажу, технически, и получить ряд ответов. Как ответы получать? я сейчас расскажу, пока не буду задавать ответы, но какие вопросы давайте запишем. Первое, что это? Значение со знаком плюс либо минус. Вот такой вопрос. Хорошо либо плохо. То есть, новость, сигнал, означает, что правильно иду, либо откликом будь осторожен, будь внимательен, то есть, ответ какой-то сигнал об опасности какой-то, внешне, внутренне, какую угодно. Это первый вопрос, который полезно себе задавать. Второе, выделить несколько аспектов, какие вопросы, к чему имеет отношение увиденное. И там вопросы. Мое окружение, как мы вот давали, мое окружение, потом можно рамку суждать, ответ да, не получил. Второе, лично к вам, там можно выделять еще и здоровье, и другие детали поведения. Именно это сам. это первый вопрос. А затем мы сами додумываем и уточняем, а так ли это или так. То есть, как это будет делать словарь более детально. Используя достаточно простую технику, можно на уровне тело ощущения и эмоции получать сигнал. Простой сигнал либо да, либо нет. Это может быть чувство тяжести, непризвольного раскачивания, приятного либо неприятного ощущения в области солнечного сплетения. И мы можем догадаться, что, допустим, чувство приятного ощущения, или тепло, или выпульсается в грудной клетке, это сигнал да. А, допустим, какой-нибудь другой, раскачивание, подергивание этих мышц, это сигнал нет. И задавая думая сначала о том, а что это могло значить, когда к нам приходит голову мысль, можем ее уточнить, проверяя подогревшись внутри себя. И обычно, если мы называем правильно начинаем понимать то, что нам увиделось, то звучит такой позитивный внутренний отклик. Как эти отклики получать, мы сейчас немножечко и поговорим, и самое главное попробуем. То есть простейший примитивнейший сигнал бессознательный, отношу к бессознательному, можно получать, даже не поглубляя какие-то глубокие состояния, не тренироваться несколько лет или десяти лет. Что для этого нужно сделать? Мы это сейчас попробуем, но сразу это не предупреждать. Сейчас это может не получиться. Лучше это получается утром, либо может получиться после того, как вы попрактикуетесь хотя бы два-три дня. Что вам сейчас нужно будет сделать? Послушайте меня внимательно. Вам необходимо будет, если вы сидите облокотившись на спинку стула, то наоборот, наклониться немножечко вперед. В общем, задача ваша так, чтобы вы сидели на попе, ноги стояли на полу, руки лежали на коленях либо висели вниз. Желательно сесть на краешек стула, чтобы спина свободна была и до ближайшей спинки стула, если на стуле сидите, было как минимум 20 см, может быть, даже чуть больше. То есть продвинуться на краешек стула желательно. Это многие должны стоять на полу, а ноги на полу стоят ступни прочные, не надо их вытягивать или подгибать под стул или под кресло. А руки лежат на коленях на бедрах либо свободно висят вниз. Голова чуть-чуть опущена и почти лежит на глубокре не надо в этом случае. Вот в таком положительном. Просто послушайте закройте пожалуйста глаза и внимательно послушайте что я вас сейчас прошу сделать. Ваша задача сейчас с закрытыми глазами посидеть спокойно вот в таком положении. Глаза закрыты, глаза слегка опущены в сторону бронегрудной клетки, руки лежат на коленях левость свободно свисает, ноги стоят на полу и вот вы в таком положении находитесь знаете как называется куча на дрожках сидите направляясь на спинку стула и закрытыми глазами почувствуйте как вы дышите и как ваше тело слегка раскачивается оно непроизвольно всегда раскачивается за счет дыхания вперед назад непроизвольно раскачивается само по себе влево вправо может возникать раскачивание потому что наши мышцы примерно то больше то меньше то слева то справа напрягается чтобы не переутомлять наш позвоночник наше тело мышцы постоянно то напрягается то согревается то напрягается то мышечный тонус поддерживается вот пожалуйста закрытыми глазами посидите таким вот образом минутку и почувствуйте все эти колебания вдох выдох вперед назад самое простое но желательно почувствовать как ваше тело иногда раскачивается раскачивается еще и влево вправо иногда когда вы посидите хотя бы полную почувствовать этот легкое раскачивание непроизвольное которое возникает раз за разом определенным интервалом вперед назад за счет дыхания биения сердца и влево вправо непроизвольно само по себе или может быть даже таки вращательное движение когда вы это почувствуете подпишитесь пожалуйста в чате что вы почувствуете легкое движение вашего тела по окружности как бы описывало ваше тело может быть раскачивается влево вправо вперед назад вот пожалуйста если у вас это закрытыми глазами когда вы сидите расслаблено то хорошо у кого-то было вращение очень хорошо вращение это замечательно влево вправо по окружности вот я говорю вращение это даже очень хорошо там по окружности и влево вправо окружность у многих при движении по окружности корпуса это легкое там раскачивается совсем это не значит там прям на 5-10 сантиметров легкое вот такое легкое там играя значение в какую сторону вперед назад ну вот льну пишет ничего ну ничего не может быть потому что вы дышите как минимум вперед назад покачивание должно быть значит вы неправильно сели скорее всего как минимум вперед назад за счет того что кузьгая поднимается то он пускается то что происходит ничего не может быть значит лучше не так а вращение хорошо отлично второе вращение у кого-то покачивание вы написали да да пожалуйста все пишите кто делал или кто не верно вообще не по часовой стрел хорошо Ольга пишет хорошо и так ну я так понимаю кто же вау уже написал да вперед назад право лево хорошо вращение очень хорошо если получилось вращение это очень замечательно почему потому что достаточно надежный такой отклик на который в меньшей степени влияет наше дыхание и так сказать мы устойчиво можем в ту же сторону раскачиваться вращаться достаточно устойчиво стабильное и там значение какой сигнал либо да либо нет имеет направление вращения то есть здесь не играет значение вправо влево да нет а в другую мы договариваемся обращаемся внутрь себе и просим наше тело показать сигнал нет допустим раз тело начинает вращаться через некоторое время не сразу обычно надо сидеть полминутки минуту послушать свое дыхание то есть наше внимание нужно так сказать обратить себя вот Анна пишет почему-то неподвижная пульсация как бы расширение ну и это уже хорошо пульсация может то усиливаться то усиляться подниматься голове опускаться в грудную клетку это уже тоже ответ на самом деле Анна так что не переживай любой ответ от тела считается пульсация раскачивание вибрация в конечном счете раскручивание ну вот видите снизу вверх наружу и так далее вот пожалуйста то есть это работает да биение сердца и от него пульсация тоже и можно прислушиваться это пульсация биение сердца может то усиливаться то слегка угасать то как бы перемещаться куда пульсомер кстати можете пользоваться пульсомером как ни странно но мне кажется знаете более надежно и проще когда вы без пульсомера прислушиваетесь к тому себя здесь вы знаете как бы отстраняетесь от себя и ищите какого-то посредника я бы идеологически практически вам бы все-таки может быть на первом этапе если хотите поэкспериментировать вот таким образом но лучше вот таким образом прислушиваться скорее почему я объясню потому что у многих пульсомеров есть некоторая инертность поэтому здесь нужно об этом помнить несколько ну да поэтому лучше конечно просите какое положение у вас более удобное либо руки висят либо руки лежат на коленях то есть это уже важно здесь у всех по-своему есть другой вариант этой техники она есть еще более мощная можно даже попробуем это сейчас сделать вот на родниночке тоже сидели сейчас сидим можно это делать стоя причем стоя чтобы сильно было раскачано нужно встать стоя закрыть глаза и отсложить руки за глаза тогда вот эти раскачаны будут более сильно выражены ну вот у Татьяны Таня уже даже пописи и так я сейчас предлагаю что он сделать вы можете несколько я предлагаю другой вариант попробовать сейчас может неудобно зато для разменки полезно попрошу вас встать да прямо встать перед компьютером убрать стул на некоторое расстояние но при этом слушать меня и вот когда встанете от компьютера ну как не отходя от компьютера встанете перед компьютером на ноги уберете стул то пожалуйста поставьте плюсик в чате чтобы я видел что вы в принципе готовы то есть плюсик поставьте в чат пожалуйста хорошо я вижу уже 10 человек я делаю это остальные что так и сидят хорошо еще давайте немножечко просто встаньте перед компьютером и отодвиньте стул подальше то есть одна разминка будет еще и такой интересный способ подходит я подчеркиваю это самый 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 простой главное чтобы вы меня слышали в ходе упражнения ну вот уже 20 человек более 20 человек я вижу поднялись со стула а остальная половина уже дремлетели никак попрошу вас тоже встать итак поднимаемся и что нужно нам сейчас сделать в связи с этим так ну вот уже еще кто-то добавился ну всех разная скорость давайте немножечко подождем итак нужно подняться подняться со стула перед компьютером следующее что необходимо сделать ну вот больше половины точно поднялись очень хорошо вот еще несколько человек поднялись все-таки со стула еще вот я вижу добавляются итак что необходимо сделать вы поднялись со стула пожалуйста ну главное чтобы меня слышали можно звук чуть-чуть подбавить накройте глаза и свои руки можете положить знаете на голову можно за голову можно на голову не суть важна главное чтобы ваши руки были слегка вверху но при этом устойчиво где-то там располагались на голове почему потому что вот это раскачивание если ваши руки висят внизу руки будут слегка балансировать раскачивание вращение будете хуже ощущать здесь будет сильнее движение такое это сильнее подбавить 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 все нормально. Закройте глаза. Звук уже есть. Все нормально. Закройте глаза, пожалуйста. Не надо пока ничего писать. И закрытыми глазами прислушайте к своему дыханию. То есть руки должны быть на голове и глаза должны быть закрыты. И вот прям постойте буквально несколько секунд, чтобы глаза были закрыты, а руки находятся на голове. Вот в таком положении. И внимательно послушайте свое дыхание. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И если вы находитесь в таком положении, хотите вы, не хотите, раскачивания будут и вы будете их ощущать. Ну просто даже более выраженно, чем бы это было, так сказать, в сиде. Тем более, когда руки у вас на голове находятся. Закрытыми глазами, постойте, почувствуйте, как ваше тело раскачивается в сторону, в сторону. Хочешь, не хочешь, тело раскачивать будет. Затем, в таком положении, обратитесь внутрь себя и попросите ваше тело показать сигнал «Да». Прямо попросите показать сигнал «Да». И почувствуйте, как ваше тело начало вращаться, или в какую сторону потянуло ваше тело, влево, вправо, вперед, назад. Или как оно начало раскачивать со стороны в сторону. Эти движения запомните. Может быть, в сторону потянуло, отпустило, может быть, начало раскачивать, запомните направление. Главное, никуда не спешить. Ну да, есть такая энергия, поэтому просите внутрь и подождите полминутки. Потом будет быстрее сигнал. И посмотрите, в какую сторону начал закручивать или в какую сторону начал тянуть вдруг полосы. Просто попросите показать сигнал. Сначала «Да», допустим. Либо влево, вправо раскачивать, либо вперед, назад, либо закручивание в одну сторону, либо в другую. И вот почувствуйте. Сначала попросите показать сигнал «Да». Его уже, в принципе, вполне бывает достаточно. Просто покрывайте сигнал, и почувствуйте. Сигнал «Да». Вот, почувствуйте и специально минутку подожду, чтобы постояли, почувствовали. Ну, я не гарантирую, что прям сразу у всех 100% будет. Но я могу точно сказать. В 70% случаев в первый раз это получается. Лучше это работает с просонью. Почему? Что есть регулярный аппарат по-другому еще работает. Но любые сигналы еще бессознательные, то есть сильнее, жестче, быстрее реагируют. Поэтому почувствуйте. А затем задайте другой себе вопрос и попросите ваше тело показать сигнал «Нет». Ну и вот он должен не совпадать с каким-то другим. Вот, почувствуйте этот сигнал. Подчеркиваю, он, кстати, может каждый день меняться. Сегодня такой, завтра наоборот, в третий день по-другому. Поэтому каждый раз, прежде чем что-то спрашивать, нужно перепроверить. проверить. Проверка связи, так называемая, с самим собой внутрь себя. А потом это будет проще, легче, не обязательно там закрытыми глазами стоять, сложа руки наглого. Ну, я рекомендую так. И вот почувствуйте другой сигнал. Если почувствовали внутрь себя, обратились с некой благодарностью самого же себе, за самого же себя. И если у вас получилось прочувствовать хотя бы один, а еще лучше два разных сигнала, вот в таком положении, то, пожалуйста, напишите в чате плюсик. И дальше я расскажу, что нам с этим делать. Это самая простая вещь, подчеркиваю. вот так что-то. Ага. Хорошо. Ага. Вот. Уже 10 человек отписалось. Угу. 12. Хорошо. 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 В принципе, получилось у всех, как я смотрю. Плюсик, 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 плюсик. Отлично. Ну, что ж, замечательно. Работает, собственно говоря. Ну, вот, замечательно. Получилось. Могу вам гарантировать, что если вы это сделаете раза 3, 4, то и 5, тем более, если будете это делать утром, в просоне, то это будет работать еще лучше и еще надежнее. смысл, как этим пользоваться. Надеюсь, понятно, да, как теперь этим пользоваться или прокомментировать. Очень просто. Ну, берете и спрашиваете, сначала думаете, что бы это могло значить. Ну, для начала определитесь, это имеет отношение ко мне, к моему здоровью, там, либо к моим близким. Вот. Может, знаете, иногда такой важный вопрос, кстати, я не сказал, не полезный. Есть ли смысл сейчас вообще трактовать или поминать? Знаете, иногда бывает ответа нет, не надо. Приснилось все, ну и ладно, как говорится, как говорил Фред, знаете, что бы может и просто присниться, да, тоже. Значит, по поводу спрашивать что-то про сон, не обязательно можно спрашивать про что угодно, это такая универсальная вещь, но лучше это работа с просоней на тему сна, Хотя можно, другие вопросы, что вы спрашиваете, если там будете спрашивать, какой будет курс доллара на завтра, вверх, вниз, поведет и так далее, ну не знаю, насколько это правдоподобно, например, зато человек вполне может чувствовать погоду на завтра, там давление, как можно сказать, еще, вполне может ощущаться, и другие вещи тоже могут вполне чувствоваться. Ну, на тему работы с сильным подсознанием было бы, где развернули, на своих курсах как на выездные, так вживую, так и в ходе вебинаров, но все, где там, отдельно потом. Но это относится к сказку, это самое простое, если было сложно. И вы затем рассказываете определенные домособы по поводу, а что же это могу значит, увиденное, и что мне нужно в связи с этим сделать, и получаете ответ, либо да, либо нет. Может быть, это не столь развёрнутый ответ, зато очень надежный. И вопрос, как вы только задаете вопрос. у меня знаете, было на семинаре один такой замечательный случай, женщина в Омске, это я в Омске проводила курс, говорит, что вы мне тут говорите в поводу сигнала, все это неправда. Я этими сигналами, она говорит, начал пользоваться еще там в середине 90-х, и у меня был пренеприятнейший случай. Она говорит, что обратилась внутрь себя, используя какие-то маятники, еще что-то, вопрос задавал, можно ли дать человеку в долг? Это конец 90-х, середина 90-х был. Ответ был да. Она говорит, так вот, прошло уже 10 с лишним лет, до сих пор не вернула редиска. Я говорю, ну так, нужно правильно уметь задавать вопросы. Вы спросили, можно ли дать в долг? Деньги были? Она говорит, да, можно. А надо было спрашивать, ну так, шутку, вернет ли он вам эти деньги или нет? примерно так. Поэтому, а как задаете вопросы, тоже играет большое значение, потому что сам вопрос уже он сужает область и несколько может быть форматирует. Поэтому здесь полезно еще одно такое правило, пожалуйста, запишите себе на листочке, померьте листочки, чтобы заготовили. Сесть и кто-то там еще не сел, нужно сесть на пунктах снова. Значит, следующее, что ознакомить, желательно одни и те же вопросы задавать немножко по-разному. Одно и то же оставайтесь с разных несколько сторон, чтобы как с этой женщиной случилось в каких-то интересных картосах. Об этом я хотел еще раз сказать. Ну что ж, есть какие-нибудь вопросы по этой части? Есть? Если есть, то, пожалуйста, можете написать. Если нет, тогда уже давайте на завершение после медитации. У нас так время достаточно солидно это занимает. и я предлагаю нам перейти к следующей части нашего вебинара. И у нас будет медитация такая творческая, я бы сказал, с целью улучшить, облегчить вход в эти особые состояния осознанностной видения. Потому что одним из способов вхождения осознанностной видения является гипноз, а именно самогипноз. смысл в том, что когда человек просто прослушивает перед сном аудиозапись и побегает себя в состоянии самой гипноза, с моей точки зрения это близкое то же самое, с моей точки зрения это состояние транса, гипноза, самой гипноза, которая плавно просто переходит в сон. Вот именно в ночное время это достаточно такое интересное. Там есть уникальные возможности моделирования различных ситуаций, понимания внутренних себя, программирования своих поведений, поступков самого себя если хотите на будущее. И что нам нужно помнить? Один из таких важных моментов Алексей тоже про это говорил, смысл включается в том, что перед входом в ходе особого состояния сознания в медитацию важно выбрать себе какой-либо условный знак. И обычно если мы этот знак мы должны про себя внутренне четко уяснить, предупреждать, что этот условный знак является символом, подсказкой того, что вот это самое осознанное сновидение начинается. И так сказать сновидец понимает, что он спит, но при этом входит в осознанное сновидение. Это такая сигнальная кнопочка, которую мы внедряем в свое сознание. Поэтому мы работаем сегодня сейчас вводим инвестиции с сигналом и последнее требование к введению ежедневного дневника сновидения. Тем очень помогает. Это как и задание и такие три краткие тезисы о том, как можно трактовать свои сны и что необходимо для этого делать. Ну плюс еще сигнал. Итак, давайте мы переходим непосредственно к части, которую я называю медитация как способ вхождения невоссознанное среднее контакт с внутренним и я. Что нам для этого потребуется? Картинку поменяем. Все надо чтобы ничего не читать. Картинку обязательно смотреть так. Некоторые условия для меня конечно я бы обладал что-нибудь попроще. Что вам сейчас требуется сделать? Значит первое необходимо выбрать какой-либо простой символ. Символ образ картинку очень простой которую легко можете представить своеображение. Зачем? Чтобы этот образ символ картинка являлась для вас вот той подсказкой кем ключом для входа в эти состояния. То что вам сигнализировало. И очень хорошо если вот эта символ приснится уже вот этой ночью либо следующей ночью это будет означать что вы на правильном пути выйдете в нужном направлении у вас все хорошо замечательно работает. Такая подсказка сигнал на будущее. Поэтому первый шаг придумайте некоторый образ а затем мы сделаем такой небольшой технологический перерыв чтобы подготовиться к медитации. Полтора часа у нас уже ведена идет уже наверное некоторые заседелись. Итак пожалуйста создайте придумайте какой-либо символ он у каждого свой не надо просить какой угодно я для себя собрал такой символ выбран он мне очень нравится можно поделиться я выберу для себя символ синее пламя вроде как вы знаете газовая горелка только не такой направлен такая направлена колышащаяся пламя синенького цвета для меня так был интересный ключ вы можете любой другой сложный чем проще тем лучше символ предмет какой-то такой выберите когда вы этот ну наталья красная пламя это же хорошо замечательно и так пожалуйста выберите пожалуйста какой-либо символ и когда вы его выберете дайте знать можете да солнце можете не раскрывать даже что это за символ это может быть сугубо ваш лично но если можете поделиться я буду вам признать пожалуйста как минимум плюсик но если можете поделиться напишите потому что знаете некоторым сложно что-то придумать не глядя на других понимаешь что на самом деле все достаточно просто вот облако очень хорошо делаем здесь потому что вот поделиться в как это себе что он как о л это или в Продолжение следует... Так, меня слышно сейчас? Видимо, все, видимо, упало. Что-то с площадкой, скорее всего, случилось. Вот я уже вернулся, Михаил сейчас только что позвонил. И он тоже возвращается на пути. Так что скоро он будет никуда, пожалуйста, не уходите. Вебинар обязательно продолжится. Видимо, какие-то технические неполадки с площадкой. Так, вот Михаил уже здесь, я отключаюсь. Так, плюсик, если меня слышно, я уже тут снова. Видимо, когда с площадки у нас загвоздка произошла, по техническим причинам тут сразу и я, и Алексей, что-то всех на степах похоже, и даже вас тоже с площадки выкинуло. Так, самое важное, выбрать... Пожалуйста, ос, да? Примерно так, то есть, выбрать образ и подачку, и, соответственно, уже приступим к нашей работе. Я предлагаю нам сегодня глубоко не подружаться. Вот, ну, пишите пока образ, если у кого-то есть. Серебряная чаша у кого-то образ, очень хорошо. То есть, выбрать образ, и мы зачем будем использовать такую медитацию, самогипноз, такое состояние, зачем это нужно? Дело в том, что мы говорили, что вот в состоянии быстрой фазы сна, и тем более в состоянии осознанных сновидений, у человека случается такой вот эффект, называется как сонный паралич. Что это такое? Ну, в случае, это Евгения Руки убрал, да, это многие авторы рекомендуют посмотреть на свои руки, как это одна из первых таких вещей. Это очень хорошо. Это состояние, когда мышцы глубоко расслаблены, человек все видит, но пошелиться никак не может. Получается. Поэтому, знаете, схожее состояние, когда вроде не спишь, при этом тяжести руки не повезут, возникает в ходе медитации, в ходе самогипноза и так далее. Наталья спрашивает, может ли эта область меняться? Да, но не в ходе медитации. Знаете, как вот где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь можете меня отбить, но лучше брать на себя. Вот непосредственно сейчас, какой-нибудь отдельный один, постарайтесь выбрать, чтобы туда-сюда не переключаться. Буду очень признанен. Ну, вот хорошо. Итак, выбрали образ, и сейчас следующее, что я вас попрошу сделать, вам нужно будет найти удобное местоположение. То есть, что это значит? То есть, там, поудобнее усесться, можно даже лечь. Ну, там, не знаю, если кого-то что-то там как-то неудобно давит, кому-то нужно попить или там, извиняюсь, сходить в туалет, да? То сейчас я предлагаю ровно, давайте, полторы минутки уделить на то, чтобы найти, во-первых, удобное положение места для себя. Там, с одеждой, если там какие-то складки, пудельцы какой-то, когда что-то впивается неудобно, выключить свет, возможно. Лучше наушники найти, включите, если они есть. Это более качественная будет работа. Попросите своих близких, родственников, кто-то с вами, чтобы вас не отвлекали, никаким образом к вам не лезли, не приставали, не подходили. И затем мы приступим к нашей такой медитации на эту вот тему. Итак, буквально паузу, давайте полминутку, минутку, давайте полтарой возьмем, для того, чтобы подготовиться. Я тоже, значит, сяду поудобнее, чтобы не отвлекаться. И когда, значит, вы будете готовы посмотреть, насколько медитация будет, Мария, ну, медитация будет рассчитана как минимум минут на 15, это точно, потому что за более короткое время я сомневаюсь, что мы вообще даже начнем куда-то там погружаться. Нам надо неспешно, плавно, аккуратно, нежненько, почувствовать легкое расслабление в руках, ногах, фиксировать свое понимание на этом образе, послушать установки на глубокие соны работы во сне, на память, на запоминание и видимо на во сне и так далее. Поэтому это минут 15, плюс минут, примерно так. То есть я планирую, что вот, ну, сколько сейчас, 38 минут. Поэтому, итак, я даже отключаюсь тоже, мне нужно стаканчик воды налить, чтобы для голоса спокойно, комфортно говорить в течение 15 минут хорошим таким голосом. Поэтому у вас тоже есть полторы минутки, побеспокойтесь о том, чтобы вам было предельно удобно, комфортно, можно лечь, можно сесть более комфортно, нужно будет потом закрыть глаза, выключить свет, просить, чтобы вас никто не беспокоит. И так, я отключаюсь на полторы минуты, через полторы минуты я остановлю фиги, ваша задача подготовиться и когда вы будете готовы, пожалуйста, в чате поставьте плюсик, я буду видеть, сколько людей готово. Если там увижу, что уже там человек 15 готовы, я снова включаюсь и приступаю. Итак, небольшая пауза, а вы готовьтесь тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я снова на месте. Ну вот я вижу 16 человек, которые поставили плюсики, то есть почти половина готова, значит остальные уже больше половины будут готовы поступить в работе. и так же я попрошу вас еще выключить, возможно, телефон, скайп, прайс, все, что может быть, какие-то сигналы, смски, сообщения посылать, звучать, сигнализировать, пожалуйста, это все выключите, потому что это может вас отвлекать в самый неподходящий момент. Итак, настраиваемся, вот уже 22 человека, 24 даже плюсики поставили, судя по всему. Большинство готовы уже 26 человек уже, очень хорошо готовы. Я думаю, 27 даже человек, 5 человек только у нас осталось, вот, а даже еще, ну почти все готовы, отлично, почти 100% я, только 2 человека из процесса где-то выпали. Итак, что сейчас прошу сделать, это сесть ровно, спокойно, удобно, желательно слушать меня в наушниках, если они есть, конечно, но если нет, значит, как-то отрегулировать колонки. Сейчас, пожалуйста, закройте глаза, и у меня будет огромная просьба, насколько это возможно, конечно, сразу после нашей медитации, постараться тут же перейти к нашей практической части, пойти лечь спать, по возможности, там, в течение, сразу же после вебинара, в течение, там, 15-20 минут постараться, а то и раньше, лечь спать. Я это настойчиво рекомендую, тогда будет максимальный эффект от нашей работы. У некоторых возникнет такое вот необычное состояние в ходе медитации, и оно как раз вот близко будет к тому, что называется осознанное сновидение. Могут приходить какие-то образы, ощущения, мысли, эмоции, и это очень хорошо. И первое, что я вас попрошу сделать, сядьте максимально удобно, или лягте, если вы лежите. И знаете, чтобы мне лучше было ориентироваться, тот, кто находится, так сказать, в лежачем состоянии, поставьте там вот просто еще циферку, не ключик, а циферку, чтобы я знал, сколько у нас лежа будет это делать, если лежа будет. Вот последнее усилие. Ага. Значит, раз, два, три, четыре человека, пять. Ага. То есть, достаточно много лежа будет делать. Очень хорошо. Это для меня, чтобы я понимал, как и что говорить, потому что там несколько разных команд, и чтобы я с вами... Хорошо. Если вы лежа, то все, больше не надо ничего писать, пока я вас не попрошу. Попрошу только минут через пятнадцать. И сейчас просто слушайте меня. Светы желательно выключить, телефон выключить. На компьютер, в сторону компьютера можно смотреть. Ваши глаза должны быть закрыты. И просто посидите с закрытыми глазами. Закройте глаза и посидите минутку. Можно даже две минутки. И не надо еще специально делать. Просто сидим с закрытыми глазами. И чувствуем свое тело, свое дыхание, свои мысли. Просто обратите свой взор, свое внимание внутри себя. Послушайте свое дыхание. Руки, руки, ноги. И очень даже может быть кому-то и странно, но я считаю, что это очень полезно. Можете мысленно обратиться внутрь к себе. С просьбой помочь. Научиться понять, понимать. Самого себя, свои сны. Научиться входить в эти особые состояния. Осознанное сновидение, осознанность. Ну, что тут мысленно. Попросите, обратитесь внутрь себя. Пожелайте. Направьте вход мысленно туда. А затем, все свое внимание, свое зрительное воображение. Средоточьте на том образе, о котором мы говорили в начале. Который бы являлся некоторым символом. Который бы пометен и вам, и вашему внутреннему миру подсознательно, что вы об этом договорились. И вы должны точно четко помнить, что тут этот символ, который может появляться в самом собой во время сновидения. И во время предупреждения является тем сигналом, тем маячком, что мы находимся в этом самом состоянии. И этот сигнал, этот символ будет лучше нас пробуждать. Лучше нас удерживать в этом состоянии. Лучше видеть, лучше чувствовать в этих состояниях. Что-то понимать, запоминать. То есть повышать некоторую такую нашу внутреннюю степень осознанности. Да и комфортности в том числе. Просто удерживайте наш образ, картину, о которой мы говорили. Вот, удерживайте этот образ в голове. Не думайте о своем желании научиться вот этим интересным техникам, подходам, как это развить в себе. Понимать лучше себя. Удерживайте в голове только этот образ. Прислушивайтесь к своему дыханию. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вы просто удерживайте образ и слушайте свое дыхание. Время времени вы можете слушать то моим голосом, то свое дыхание. И иногда можете даже ощущать пиение своего сердца. Иногда мысли могут уходить в сторону. Ну и затем снова возвращайтесь обратно к себе. К своему образу. И необходимо, с одной стороны, слушать меня, иногда отвлекаться. А с другой стороны, когда я попрошу вас сосредотачивать свое внимание на своем образе. Снова возвращать свои мысли, свое внимание. Буквально на 1-2-3 секунды максимум. На свой образ, который как маяк подсказывает, куда он двигается дальше. И это очень важно. И закрытыми глазами удерживаем этот образ. И этот образ, благодаря этому, сосредоточится на своих важных целях и задачах. Дыхание позволяет объяснить вашему внутреннему миру то, чем вы хотите достигнуть. То, к чему вы стремитесь. И вы можете прислушиваться к своему дыханию. И дыхание является ключом к этому состоянию. Потому что дыхание одновременно направляется как к нашему сознанию, так и к нашему подсознанию. Словно, само собой. И когда вы прислушиваете с каким-то бессознательным ритмом, или полубессознательным ритмом, это может быть дыхание, а может быть и изменение сердца. Ведь многие техники медитации, самогипноза, в том числе и аутотренинга некоторые, основаны на фиксации нашего внимания, на объединении вашего сердца, на вашем дыхании. Когда человек прислушивается к себе, особенно к своему внутреннему сердцу, бессознательным ритмом, на вашему внутреннему сердцу, ваше дыхание, когда вы дышите, вы научаетесь присматриваться к себе, обращать внимание на свое тело, на свой внутренний мир, вы учитесь прислушиваться и понимать, послушиваться по самому щену и понимать. все легче и легче. Вместе с этим, с каждым вдохом и выдохом, я желаю образом, вы можете погружаться все глубже, глубже, комфортнее, комфортнее, приятно, глубже и глубже, глубже и глубже, комфортнее, приятно, погружаемся все глубже и глубже, и это хорошо, и это хорошо, и ваше тело может чувствовать приятное, и легкое, расслабление, приятное, и легкое, расслабление. Ваши руки становятся все тяжелее и тяжелее. Ваши руки и ноги могут становиться через несколько времени. Все тяжелее и тяжелее. Просто послушайте свои руки, ноги, головы, туловища, каждую клеточку ваше тело. Каждую клеточку ваше тело. Особенно ваше дыхание. Каждую клеточку ваше тело. Открываем до самого тела. Открываем до самого тела. Вы можете чувствовать легкую прохладную волну. Словно воздух. Вдыхаем через нос. Охлаждает вашу. Легкую прохладную волну. Тепло. Немного. Тепло в затопке. Вы можете почувствовать приятную полусацию и тепло. На затопке. В грудной клетке. Отдыхаем. Глубже в холм состояние. Отдыхаем. Все внимание только на вашем области. Все внимание только на вашем силе. Послушаемся отдыхать. Отдыхаем. Прислушаемся только к своим дыханиям. Отдыхаем. Отдыхаем. И вечером. Ложи спать. Расслабляемся. Васыпаем. Быстро. Легко. Каждый раз вечером. Ложи спать. Расслабляемся. Васыпаем. Быстро. Легко. И вечером. Ложи спать. Вспоминяя сегодняшнее состояние, сделав те задания, которых вы делаете, расслабляясь высоко, быстро и легко, начнется глубокий, крепкий, глубокий, крепкий, очищающий, оздоровающий, дополняющий вас силами и энергией. Все необходимые процессы могут сами собой протипать во сне. Все увиденное во сне остается в вашей памяти. Все увиденное во сне легко остается в вашей памяти, как минимум до утра. Вы легко помните все события, то снившиеся вами. Вы легко помните все события, то снившиеся вами. С каждым днем, с каждым часом это все легче и легче, с каждым разом все проще и проще. Вы просто практикуетесь и вечером уважая спать, можете представить свою силу. в этом весе, подумайте о нем. Да, в те удобнее. В этом будете расслабляться с этим. Быстрее, глубже, быстрее, глубже. А все начатые процессы сейчас могут провариваться сами и сами. Столько. Столько. Сколько это меха? Столько. Сколько это меха? Столько. Отдыхай. И по утрам голова будет ясно и свежей. Глава ясная, свежество не приподнятая. Отдыхай. Сум глубокий и крепкий. Отдыхай. Дышим ровно и спокойно. Отдыхай. Отдыхай. Дышим ровно и спокойно. Отдыхай. Глубь руководство. Отдыхай. Спокойно. Только на ваших целях и задачах. На вашем опусе. На ощущениях вашей руки. Послушаем руки и ноги. С каждым вдохом и выдохом. Вдохом и выдохом. Вдохом и выдохом. Ваши руки тяжелее все больше и больше. С каждым вдохом и выдохом. Тепло и тяжесть в руках и ногах. Тепло и тяжесть в руках и ногах. Там где это необходимо. Там где это необходимо. Приятная тяжесть наполняет все ваше тело. Руки и ноги. Вы можете почувствовать приятные ощущения в руках и ногах. В каждой клеточке вашего тела. Приятное тепло в руках и ногах. Приятное тепло и тяжесть в руках и ногах. В каждой клеточке вашего тела. Ваше тело приятно и глубоко ослабляется. Вы приятно и глубоко отдыхаете. При этом погружаетесь в приятное и необычное состояние отдыха. При этом погружаемся в приятное, комфортное и необычное состояние отдыха. Все увиденное остается вашей память. Поэтому вечером вважаясь спать, расслабляемся, засыпаем быстро, легко. На утро идем все увиденное в осенье. Все необходимые программы сами собой запускаются. Все необходимые программы сами собой запускаются. мы во сне отдыхать дышим ровно и спокойно отдыхать с каждым днем с каждым часом мы все ближе и ближе к солнцу отдыхать и хотя бы на несколько секунд снова удерживайте свою отдыхать сушим свое дыхание руки-ноги отдыхаем мы будем еще некоторое время в этом легком состоянии если почувствовали хотим немножечко расслабленность это очень хорошо и затем побольше нехтожим в этом состоянии сделаем более глубокий вдох и выдох вдох затем потянемся 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 переход прошли будем было быть ясно свежим станет приподнят и отлично откроем глаза и пожалуйста в чате напишите как вы себя чувствуете и кратко что происходило с вами в ходе сеанса дайте нам пожалуйста об этом говорить в мере совершения нашего забора Наталья первая пишет судя по последней записи это прошло где-то 17 минут припечатал к дивану как раз феномен так назовем сонного паралича вот на лице глубокое расслабление на пути уже получилось на основе это замечательно хорошо красивый пирог смотрите даже сразу символ образ не чувствовала пальцев левой руки но тут значит чувство не менее как вот феномен как вот стадии быстрого сна руки не мили это очень как раз хороший такой феномен эффект то есть это возникнет означает как раз если вот вы пишете ничего под завершение слышали значит вот у нас ту самую как раз эффект как я говорил трансовое состояние плавно переходящее в сон то есть осознанность осознанность у вас вот оно и получилось значит бессознательная ваша свыше команды осознанно вы их не слышали тогда я сказал пути нас ваши бессознательные вас пробудили вот это и есть то самое ради чего люди будут пытаются научиться ну кстати это вы попробовали а вот как это научиться мы подробнее будем дальше рассказывать вот очень хорошо на тело расслабились глубоко времена даже почти сны мелькали войнаем не мгновенная ясность и будусть готов качить и бежать очень хорошо замечательно у вас просто получилось вот наталья видите что у вас прям ощущение прямо перед тем как вы говорили знаете такая почти телепатическая связь кстати из какого города наталья очень интересно то ли вы наталья на которой я думаю омск ошибся но все равно приятно я кстати в омске родился ну вот поэтому вопрос в чем в принципе видите все получается вопрос в том что нужно это закреплять да и есть некоторые свои фишки нюансы ну мы честно с алексеем сделали вот все что все что можно и так далее у нас еще платный вебинар где мы прям более детально прям с поддерживающими встречами там три дня подряд этих вот ночных медитаций с аула баинка дневник введения и нас там чего поддерживающие встречи через несколько недель поэтому вот если будет желание радости вас приглашаем на это мероприятие но алексей потом позже скажет значит вот рекомендуемая литература для тех кто значит для людей активных и ответственных пожалуйста можете читать и оттуда можно все все брать я выбрал свои точки зрения сексеем брали так сказать наиболее правдивые эффективные на вещи кстати михаил радуга радуга это псевдонима кстати он сибиряк он и на сибирская просто живет сейчас в москве на вот его книжка может там есть мистики некоторые но тоже достаточно хорошо работающие вещи я вот на первое место не зря от выстрел стивена стивена лабереж практика осознанных сновидений эту рекомендую найти и почитать ну что ж ну и это тоже и я значит вот алексей пишите давайте алексея схода передам если к нам будет вопрос у нас значит расскажет что там нас ожидает на следующих вебинарах и участие что он занимается организационной частью и и значит ну если будут вопросы я еще вернусь в эфир я здесь нахожу на всякий случай значит я прощаюсь и так сказать до новых встреч на нашем ближайшем вебинаре по осознанным сновидением уже более детально будем все разбирать это наша такая бесплатная часть была но если будут вопросы я вернусь если будут ко мне вопросы а сейчас я передаю слово алексею всем спасибо тоже вот на наш платный вебинаре по осознанным там каждый день будут такие вот медитации гарантирую что все у всех получится все будет если не получится без опросов возвращаем деньги стопроцентная гарантия ну все все получается обычно и так я в эфире надеюсь меня слышно по поводу рекомендуемой литературы ничего говорить не буду она вот такая есть читайте ради бога домашние задания то о чем я говорил предпросмотр снов проигрываем сюжет предстоящего сна добавляю в него условный знак для осознания как раз тот самый знак который вы сформировали на там тот который выбрали которым описали в часе все это делается перед сном проиграли будущий сюжет будет такой знак осознаюсь и что нибудь будут делать, рекомендую сразу придумать, что вы будете делать это опять же тема у нас будет в следующих вебинаров, как правильно ставить цель и так далее, дневник сновидений каждое утро записываем все сюжеты, каждый сюжет который снимался и сравниваем с предпросмотром ну и естественно, как записывать уже проговорили, это нужно делать обязательно каждый день до следующего вебинара либо, если вы на него не попадете так долго, как сможете так долго, как вам это нужно так, Михаил, прошу следующий слайд, я думаю, с этим все понятно и так, что же у нас будет дальше на следующих наших встречах на которых, я надеюсь, вы будете с нами, как не терять осознанность в течение дня и перенести ее в сновидения, то есть мы уже немножко говорили об этом на первом вебинаре, как сделать осознанность здесь нас там будет пожестче что ли, практики и мы будем осознаваться полностью весь день, не терять эту осознанность в принципе и переносить ее уже в сновидение повысим качественные характеристики, те, о которых я говорил сегодня, яркость, дистализация присутствия памяти, тоже есть специальные практики, как это делать как правильно ставить цель на осознанный сон то есть план, как его проигрывать и так далее медитации обязательно будет проводить Михаил, расширение сознания раскрытие я, ну я так называю Михаила, немножко другие формулировки термины развитие уплотнения тела сновидений до того самого тела, которым мы действуем во сне как его найти, как до него докопаться как его развивать, чтобы оно было более там плотным, скажем так чтобы оно больше умело и так далее прямое, непрямое вхождение в осознанный сон что такое прямое вхождение? это вот мы бодрствованы, да, днем легли, начали там что-то расслабляться, трансовать углубляться, углубляться углубляться и вот мы уже в осознанном сне ну примерно так это выглядит на самом деле длинный процесс, я о нем очень быстро рассказал просто непрямое вхождение это когда мы вот только-только проснулись буквально там просоночное состояние вот эти первые моменты и здесь у нас очень такое такое состояние, из которого легко выйти в осознанный сон если знать как, если знать технический момент вот это очень такой приблизительный план того, что у нас будет на следующих трех вебинарах которые начнутся там через неделю к моему, третий у нас будет апрель если я ничего не путаю в следующую среду в общем говоря в следующий вебинар продолжение платное да, платное то есть вот опять кидаю вам ссылочку на сайт сномир.рф стоимость 3000 будет составлять для следующих вебинаров там вот зайдите на сайт справа есть способы оплаты то есть там вебмани либо яндекс.деньги кто не сталкивался с интернет-деньгами страшного абсолютно ничего нету самое простое яндекс.деньги в любой евросети там или в связном и прочих компаниях сотовой связи да, можно это оплатить просто приходите говорите им номер яндекс.деньги сумму там маленькую комиссию возьмут и все замечательно потом мне сообщите так 3000 рублей за весь курс и поддержка потом контрольные встречи да, обязательно будут контрольные встречи вот потом после этого мне сообщаете то есть города и когда время вы оплатили я там вижу у себя в статистике да, вот это вы и соответственно вам уже выдается пароль вы приходите на вебинар то есть сообщить об этом можно мне на почту я вам сейчас ее напишу так вот она моя почта либо на том же сайте с номеру там можете зарегистрироваться и написать личные сообщения например так то есть связаться вообще не проблема оплатить тоже вообще не проблема ну если у вас есть вебмани ради бога вебмани да, вот и таким образом вы получаете доступ в следующий вебинар еще один момент да, чтобы с принятием решения вы не особо задерживались через сутки мы поднимем цену до 5000 то есть 3000 цена держится ровно сутки потом 5000 у вас есть вот это время для того чтобы принять решение и по низкой цене прийти на наш вебинар потом естественно у нас будут контрольные встречи через 1-2 недели и даже больше вам скажу я хочу организовать рабочую группу да, вот из тех кто прошел вебинар для совместных практик то есть я дополнительно вам расскажу как ну вы можете помогать друг другу осознаваться во сне то есть там есть специальные парные практики ну это уже будет скажем так вне этого цикла вебинаров да я отдельно об этом расскажу есть на сайте будет форум организован там можно будет общаться и так далее то есть не так что там прошел вебинар и все мы его сбросили естественно мы будем продолжать поддерживать это дело развивать как-то эти навыки и общаться друг с другом это обязательно все будет то есть и так у нас три вебинара следующих сейчас подсмотрю в календарь чтобы не соврать через неделю у нас будет так ага 4 5 6 апреля вот они наши вебинары и на них жду вас способ оплаты на сайте в общем у меня сейчас все Михаил если есть что сказать я сейчас передам слово так благодарю всех за внимание можно ли приобрести записи этот вебинар обязательно будет в записи я прям завтра утром постараюсь его выложить на основномер.рф если нет возможности присутствовать да Елена почему бы и нет платные вебинары тоже будут записываться и для вас они будут доступны то есть можно такой вариант сделать да то есть вы оплачиваете а я потом вам даю записи чтобы скачать нет выкладывать записи для скачивания потом нельзя иначе какой смысл делать их платными если вы их потом всем выложите вот то есть это будет для вас доступно в свободном доступе нет конечно ну все вижу больше вопросов нету поэтому благодарю всех за внимание скачивания и возможно Михаил что-то скажет еще бесплатно вебинаров вы можете выложить записи для скачивания да могу по первому там уже есть ссылка на скачивание для сайте по второму тоже будет он как выложен на сайте так и скачать его тоже будет можно ну все вопросов больше не вижу спасибо вам за участие за внимание до новых встреч с тем апреля сейчас как вам сказать теоретически он существует только он пустой сайт буквально неделю назад создан обязательно он будет наполняться содержанием обязательно в нем появится активность я буквально в ближайшие дни собираюсь этим заняться так что следите за обновлениями ну хорошо все спасибо до новых встреч до свидания хочу еще раз попрощаться если есть какие-то вопросы то значит по именно по теме осознанных средине входа то можете еще кратенько писать и отвечу проявительным вопросом это все к Алексею все ответил ой если по теме сегодняшней есть вопрос то отвечу пока нет доносите что пишите нам наши адреса знаете мы ответим ну что ж всем спасибо за внимание и шладких вам снов сказать крепких прямо сейчас бегите спать и все у вас получится всем спасибо пока субтитры и субтитры